Отношение к русской литературе, в общем-то, наверное, во все времена и во всех странах было мало того, что положительное, на мой взгляд, это все знают, это еще и определение высокой культуры человека, высокого образования и правильного взгляда на мир. Но у меня всегда есть ощущение, они читают нашу литературу скорее как некую экзотику. Они, наверное, не всегда понимают это, не потому что мы особенные, а потому что это национальный способ мышления и проживания. Точно так же, как для нас, будем откровенны, не всегда понятна литература и психология американца или европейца. Мы живем в разных социальных условиях. А то, что русская литература всегда взяла под знамена к лучшему и служила высшим идеалом, это да. Но то же самое на самом деле есть и в Европе, и в Америке. Отношения к русским и к русской литературе разные по одной простой причине. Для них Чехов и Достоевский и Пушкин вне политики. А русский человек сейчас, живущий на территории Российской Федерации, россиянин, не очень понятно для меня определение, это образ, созданный абсолютно пропагандой. Точно так же, как мы создаем образ, опять мы вернулись к тем временам Холодной войны, образ, ну если не врага, то по крайней мере пострадавшего, кому нужно помочь на Западе загнивающих. А у них мы действительно звери, и это доходит до смешного. Даже в Прибалтике, так скажем, часть населения реально рада появлению американских солдат, потому что они уверены, что мы придем забирать латышскую землю. Поэтому совершенно разные вещи. Мы живем в мире усиленной пропаганды. Такой пропаганды не было даже, наверное, во времена Гитлера, будем откровенны. Такого массового зомбирования, причем на уровне даже не демонстрации и маршей, еще хуже, на уровне бытовом, когда эта информация просто ложится в подкорку, очень просто. Навряд ли они поймут это, пока не приедут сюда. Они здесь найдут и что-то из того, что им говорят, и многие вещи, с которыми они не смогут смириться, потому что они не найдут либо здесь этого, либо найдут что-то совсем другое. Поэтому, помимо того, что читать литературу, я бы на их месте приезжал бы побольше в Россию, скажу честно. И если опять-таки обращаться к классикам, к тому же Иосифу Бродскому, стихотворение «Одиночество» в финал, да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твоей хромающей истины. На этой не выщербленной лестнице.